Речь пойдет о теле церкви, о нашей взаимной зависимости друг от друга. Сегодня век такой, век независимости. Я даже смотрел или журнал «Таймс», известный американский, или какой-то другой известный журнал, самый известный в мире. Они всегда пытаются определить общественные настроения в течение года или в течение декады лет, то есть 10 лет, допустим. Они пытаются определить тенденцию, чем заняты умы людей, и определить основное то ли событие, то ли направление, то ли философское направление общества и мира в целом. И вот прошлый год, они определили год не просто революции, год переворота, год общественного переворота, год переворота сознания людей. Мы живем в век, где происходят перевороты, реформы, реформации разного уровня. С обществом что-то происходит. И я хотел бы сказать, что люди всеми силами стремятся к независимости, к свободе, что они понимают под независимостью. Но западный тип мышления человека очень отличается от восточного типа человека. Писание все, и все события, и все патриархи, и апостолы Христос, они пришли с востока. Потому в Библии изобилует, преобладает восточный менталитет. Это говорит о том, что восток весь, он основан на корнях, на отцах, на дедах, на патриархах, на вере, однажды преданной святым. И человек понимает себя как цельную составную большого родства, большого народа. И самое страшное для такого человека – выпасть. Потому, допустим, в исламе, в иудаизме понятие отречения, отречься от какого-то своего родственника, от сына, от дочери, от жены – это, наверное, нет страшнее наказания. Это делается демонстративно, это делается публично. То есть человек выпадает из системы, из общественного уклада. Я думаю, что Павел и Христос, и апостолы тоже руководствовались этим принципом, когда объясняли отлучение от церкви. Когда человек теряет право быть частью тела в силу каких-либо причин, мы сегодня не об этом. Но я хочу сказать, что стремясь к независимости весь западный наш мир, не лезь в мою личную жизнь, не проверяй мои счета, муж и женой могут иметь разные счета в банке и так далее. Все под пасвордами, все закрыто, все очень personalized. И тем самым мы становимся жутко одинокими людьми. Мы никого не пускаем в нашу жизнь, мы контролируем сами свою жизнь, и мы не хотим, чтобы другие люди туда вмешивались и тем самым беспокоили нашу свободу. Но Писание очень ясно показывает преимущество быть в теле, быть созависимыми, быть взаимнозависимыми друг от друга. Потому что Писание очень ярко освещается понятие тела. Тело – это мы, тело – это церковь. Я сейчас это покажу в Писаниях, мы почитаем некоторые тексты Писания. Но если это мы, и Христос, глава этого тела, рассматривает нас как тело, нас всех, без исключения всех, то в нашей среде, среди нас есть нужды. Нужд много. Нужда – это невосполненная потребность. Я не говорю о капризах, я не говорю о каких-то непонятных претензиях на что-то. Я говорю о естественных, закономерных потребностях, которыми восполняются нужды людей, ежедневные наши потребности. Они могут быть на разных уровнях, эти нужды, людские, наши с вами нужды. Начинают материальных, с мира физического. Но это далеко, как бы нам ни казалось это странным, это далеко, далеко не первостепенной важности нужды. Даже известный психолог Маслов когда-то создал пирамиду потребностей человека. Если я не ошибаюсь, семь или восемь основных потребностей живого человека он определил, некоторые из них относятся к физиологии человека, к миру физическому, некоторые к миру души и некоторые к миру духа человека, к самой глубокой человеческой субстанции. Но это все потребности человека. Например, потребность быть в семье, потребность быть значимым, потребность иметь свое чувство достоинства, когда тебя любят, когда ты значим. мы даже не представляем себе, сколько поступков в жизни мы совершаем только из-за того, чтобы восполнить эту потребность. Мы люди, и у нас много самых разных потребностей. Так вот, если мы тело, то есть общество, и у нас есть много разного рода нужд, потребностей, которые должны быть тем или иным образом восполнены, то каким образом Бог Всевышний усмотрел, драгоценные мои братья и сестры, не пропускайте ни одной мысли, что я говорю, каким образом Бог Всевышний в своей премудрости усмотрел восполнение этих потребностей среди нас в твоей и в моей жизни. Потому что Бог усмотрел восполнение этих потребностей. И что очень важно, что мы часто ожидаем восполнение этих потребностей от Бога непосредственно. Бог же предусмотрел восполнять эти потребности, эти нужды посредством друг друга. Это именно то, что Бог усмотрел. Это перекрестный момент, это самый центральный момент, о котором я буду сегодня говорить. Я вам докажу по Писанию, я вам покажу, как действует Господь, стремясь восполнять нужды один другого. И сейчас поймите меня, я говорю далеко не только о физических или материальных нуждах. Даже вообще можно сказать не об этом говорю. Господь усмотрел в теле восполнение нужд один другого за счет один другого через Божью благодать. Допустим, вот сейчас вы молились о нашей семье, это было для нас неожиданно, это не стояло в планах. Николай просто так почувствовал в своем сердце побуждение. Элементарно, несколько минут об этом. Вы понимаете, что поступок, который мы каким-то образом согласились с женой и с нашей семьей совершить, это не делается быстро, это невозможно, это переворот. Это очень непросто все. Те из вас, которые это делали или которые усыновили или удочерили кого-то, вы знаете, насколько это непросто. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Разговор вообще не о нас. Вообще, если быть очень откровенным и действительно бояться Бога, разговор не о нас вообще, разговор о Нем. Все сводится к Нему. Это даже не наш выбор, хотя Бог оставляет выбор за нами. Не так давно, на прошлой неделе, я сидел за столом с одним достаточно известным служителем из Украины. И я не знаю, чем это было вызвано, мне неинтересно это знать. Но почему-то он был так настроен ко мне. И где-то через час беседы он, смотря мне в глаза, сказал, «Да, Александр, соблазнился ты быть пастором». И он очень опытный человек, я вам скажу. И я видел, как он этим вопросом, ну, практически, я не скажу, поражал меня, я не думаю, что у него была эта цель, но он очень серьезно исследовал меня, глядя в мои глаза. Потому что в основном всякая ситуация, которая возникает в нашей жизни, она нас проявляет, мы проявляемся. Если очень умело задан вопрос или какая-то сложная ситуация возникает, она проявляет содержимое нашего сердца. Задав этот вопрос, он, естественно, ждал определенного проявления. Но я и сам себе удивился, и думаю, что и он удивился. Вы знаете, была определенная пауза, и я сказал ему, «Вы знаете, вы коснулись вопроса совершенно не вашей компетенции. Более того, вы коснулись вопроса не моей компетенции. Это не о нас, не обо мне, и уж тем более не о вас. Это все о Боге. И как бы это ни звучало, возможно, религиозно, и как бы кто это ни объяснял, мне это неинтересно. Я знаю, как это происходило в моем сердце, я знаю, через какие процессы проходил я, и потому я ему сказал, у меня совершенно ничего внутри не дрогнуло в ответ на ваш вопрос. И ничего совершенно не поменялось. По очень простой причине, потому что, я ему говорю, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу никак. Судья же мне Господь. Бог нас взвешивает, Бог нас проверяет. Аминь. И Бог знает все. Иоанн, знаете, что сказал? Апостол Иоанн. Он сказал, Бог больше сердца нашего и знает все. Аминь. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, нашей семьи, да, это же годы действительно длилось. Я помню, мы сидели с одним человеком, с другим, с семьей какой-то, о которой рассказывали это все. И если посмотреть с Божьей перспективы на эту ситуацию, Бог что-то замыслил и Бог что-то определил совершить в нашей жизни, в жизни того ребенка. Но Бог, как я сказал, это совершает через нас, через людей. То есть Он нас вовлекает в свои суверенные планы. Он нам позволяет быть частью Его великих планов. Аллилуйя Ему. Он разрешает нам быть причастниками Его естества и Его великой воли. Потому мир и похоть Его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает во век. Мы с Ним во веки будем царствовать. Если с Ним живем, с Ним умираем, с Ним царствовать будем во веки. Потому что царство Его никогда не остановится и не прекратится. Амин. Так вот, что интересно. Это процессы, в которые Бог нас вовлекает, чтобы мы восполняли нужды один другого через нас, но Его благодатью. Благодать – это вспоможение, благодать – это сила, которую Бог посылает для нас для восполнения нужд тела, церкви. Я помню момент, мы проснулись утром, и Жанна сказала, я видела интересный сон. Я видела сон. мы в церкви, много хороших людей, наших друзей, мы вместе, и вдруг она говорит, я не знаю почему, но я выхожу из церкви и иду за территорию церкви. Это уже не территория церкви. Я подхожу к какому-то забору, металлическая сетка, и я понимаю, что здесь территория церкви заканчивается. И там уже другая, не церковная территория. И там какие-то многоэтажки, там что-то происходит, какие-то строительства идут, и там вообще другая жизнь. И большая пожарная машина с огромной лестницей, выдвижной, подъезжает к многоэтажному дому, и пожарники срочно взбираются на вершину этого дома, спасая кого-то. Я наблюдаю за этой сценой, и я вижу, что они поднимаются на крышу этого дома и видят, находят там большое гнездо аиста. Аисты, свили гнездо. И почему-то эти аисты, благородная птица, верные друг другу аисты, бросили это яйцо. И оно лежит в этом гнезде одно. И эти спасатели берут это яйцо, оно еще теплое. И она говорит, и каким-то образом эти люди передают мне это яйцо. И я беру его в руки, и я бегу уже. Бегу и понимаю, что оно еще теплое. То есть в нем есть жизнь. И я должна ее сберечь, эту жизнь. Мы не знаем, как процессы произойдут. У нас действительно очень сложная ситуация, несмотря то, что потрачено много средств и сил и всего прочего. Сейчас разговор не об этом. Сейчас разговор о том, о том, как работает Бог. Многие из нас действительно не знают вообще предназначения церкви. Позор, стыд. И это еще одна проблема нас, родившихся в христианских домах. Большая проблема. Потому что мы идем в церковь по инерции. Вы знаете слово инерцию, да? Когда поезд уже давно заглушил свой двигатель, но он котится по инерции еще долго. У верующих людей есть проблема. Большая проблема. Это инерция. Это то, что запустили родители. Это давит виной ложиться на совести. Ты не был в церкви. Но мы, если откровенно посмотреть, мы не знаем настоящий Богом задуманной причины, а значит смысла резона, русское слово, reason, английское слово. В чем же он, смысл посещения церкви? Сейчас в вестибюле человек подошел со слезами в глазах, говорит, объясните мне, зачем я должен ходить в церковь? Это очень хороший вопрос. И если вы слышали такой анекдот есть, когда мама будет взрослого сына, вставай в церковь, а он отмахивается от нее, говорит, а хотя бы две серьезных причины назови мне, чего я должен идти в церковь? Она ему говорит, ну сегодня воскресенье, вот тебе одна причина. Он говорит, ну еще хотя бы одну назови причину, почему я сегодня должен идти в церковь? Она говорит, потому что ты пастор этой церкви. Тебе надо идти в церковь. так вот я думаю, что мы где-то серьезно пролетаем многие. Мы так и не поняли, а зачем действительно, особенно в наше время ходить в церковь? Проповедь послушать? Намного лучшие проповеди можно по телевизору послушать. Вы согласны? во многих церквях люди с удовольствием предпочли послушать другие проповеди, но хоть кто-то согласен со мной. Есть много хороших проповедей, самых лучших любимых проповедей, которые можно послушать. В песне есть много хороших групп, которые можно послушать. Молитвы тоже самое, люди могут молиться у телевизора. Зачем ходить в церковь сегодня? Я верю, что церковь это тело, я хочу показать это по Писанию, и церковь это то место, и ради этого я иду сюда, чтобы Бог мог меня употребить в этой локальной церкви, именно употребить. В этом смысл моих молитв, в этом смысл моих исканий Бога, чтобы Бог нашел меня готовым к употреблению, употребить. Для благословения другому человеку в церкви. Вот почему многие теряют радость и смысл ходить в церковь, потому что правильно смысла в другом не содержится. Я очень ценю время, я хочу быстро обратиться к Писаниям и показать несколько текстов, которые, на мой взгляд, чрезвычайно ценные. Первый текст записан в Евангелии, то есть послание Колоссянам, 2 глава, 19 стих. «Держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». У апостола Павла глубокие мысли и язык, потому я хочу еще раз прочитать это. «Когда мы держимся главы, понимаем это, Христа, каждый на индивидуальном уровне, от которой, то есть от главы, все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Перед тем, как буду что-то объяснять, хочу еще прочитать один текст, послание к Ефесиным, 4 глава. «Глава Христос», это 15 стих, последние слова, «глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, внимание, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще раз читаем. «Глава Христос, из которого все тело, составляемое из кого? Из нас, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии каждого в свою меру, получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще один текст, потом будем рассуждать. Первое послание Коринфянам, 12 глава. дары различны, но дары даются людям, разным людям и разные дары, разным людям разные дары, но дух один и тот же. Обращайте внимание сейчас не на дух, не на Господь, что он один, это понятно, для нас это не вопрос. Обращайте внимание на различия, на разнообразие, обращайте внимание на многообразие и на всех нас, обращайте внимание в этом тексте, да? Дары различны, то есть их много, служения различны, то есть их много, действия различны, а Бог один и тот же производящий все во всех. Но каждому ценнейшее слово, и оно часто встречается у апостола Павла. Каждому дается проявление Духа на пользу. Во-первых, это Дух, во-вторых, это человеку дается, дается, это не мое, это не моя способность, не мое образование, это дается, Духом дается. Каждому Духом дается на пользу, на пользу другому. Другими словами, если ты не увидел нужды, если ты не проникся нуждой, самой разной, допустим, печальный человек сидит в конце зала, и ты его замечаешь, это нужда. Если ты эту нужду не взял, не дается Духом тебе слово утешения. Если ты видишь, и тебе безразлично, что кто-то подростки ведут себя там плохо, или кто-то оделся недостойно христианина, и тебе безразлично, ты еще об этом расскажешь десяти людям. Но если тебе не безразлично, этот человек тебе не безразличен, эта ситуация тебе не безразлична, ты обнаружишь, что тебе Духом дается слово увещевание для этого человека. Это дается. Раскритиковать это не Духом дается. унизить, сплетничать, это не Духом дается. Это наша плотская человеческая реакция на ситуацию. Но если мы хотим восполнить нужду, если мы предоставляем себя как людей Божиих для Бога, Духом дается тогда, когда мной, человеком берется нужда. И я не безразличен. Потому Духом дается каждому проявление на пользу. На пользу всем. На пользу обществу. На пользу тому человеку, который в нужде. Внимание, дальше. Одному дается Духом слово мудрости. Я уверен в том, что я сейчас говорю. Не дается Духом слово мудрости никому, ни мне, ни тебе, если в этом нет нужды. Духом дается все потребное для восполнения нужд людей, нужд друг друга. И дается это нам. Потому Духом дается, одному дается слово мудрости, другому, отмечайте, дается слово знания. Это не одному дается, пастору, епископу. Другому дается слово знания, иному дается дары исцелений, иному, чудотворения, иному, 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 здесь раз девять. Апостол Павел подчеркивает, что это разные люди. То есть, если тело расчленить, русское слово расчленить, то есть разделить на члены, то мы все тела, но порознь друг для друга, мы члены одного тела. если общество наше расчленить, то есть разделить на индивидуальности, то мы все составляем одно тело, но мы все, каждый из нас составная этого тела. И таким образом все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как мне это нравится, разделяя каждому. Вот поехали, с самого заднего ряда поехали, каждый, каждый, разделяя каждому, разделяя каждому, как ему угодно. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, то есть отдельно каждому, как ему угодно. Итак, что я вижу из этих текстов Писания? Во-первых, все тело растет возрастом Божьим. Есть понятие возраста Божьего, есть понятие роста тела в целом. Меня сейчас не столько заботит количество, меня сейчас заботит процесс, меня заботит присутствует ли процесс. Мне сейчас не интересно этому ребенку 5 лет, 7, 10, 12, мне интересно здоровый ли он. если он здоровый, от слова здоровье, то он растет. Так вот, тело растет, если оно находится в здоровом состоянии. Тело растет. С чем же связан рост? Ты часть тела, помни это. Ты составна этого тела. Ты не можешь расти, если духом тебе не дается, а духом тебе не дается до тех пор, пока ты не берешь чью-то нужду близко к сердцу. Итак, первое, все тело растет возрастом Божьим, держась главы, помните, мы читали в Колосином, держась главы, от которой все тело растет. Первое, я считаю, что каждый на индивидуальном уровне, это индивидуальная ответственность перед Богом, должен держаться главы, потому что духом дается каждому особо, как ему угодно. Не паста раздает, это не надо делать ради меня, то самое неприятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Я это на запах чувствую. Человек не хочет этого делать, но ему стыдно мне отказать или неприятно, он избегает со мной встреч, отказываюсь от этого, польза в этом нет тебе же, а я о тебе забочусь. Мне это неинтересно. Нужды вынуждают, нужно как-то людей мотивировать, в коллектив согнать, что-то как-то такое сказать, как-то чувство вины обязать, как тебе не стыдно все это делать. Не хочу, не хочу, отказываюсь, хватит уже. Потому если что-то делать, делать как для Господа, то есть первое, держась с главы, от которой все тело растет. Когда я держусь с главы, и ты держишься с главы, то духом дается, не пастором, духом дается в ответ на какую-то ситуацию, на какую-то нужду, и ты можешь от духа получать и силу, и мудрость, и ресурсы, и радость, как результат того, что ты послушался Господу. Итак, духом дается, первое, держась с главы, второе, тело растет при действии в свою меру каждого члена. Тело растет при действии, когда я действую, здесь тоже многие запугсовали, но позвольте мне вернуться еще немножечко, разрешите, на минуту, вернуться, держась с главы, то есть поддерживая взаимосвязь с Господом на личном уровне, обещая ему, присягая ему на верность и на послушание, я сделаю то, что ты повелишь мне. Петр не планировал идти к Корнилию, он не знал ничего об этом Корнилии, но глава, который контролирует все вселенское тело и знает все нужды людей, и знает того Корнилия, язычника, сотника, который молится, ищет спасение, то Господь, он синхронизирует свое тело, он управляет, и Петр, молясь утром на кровле, понятия не имел, какими будут у него последующие три дня жизни или там неделя, которую он провел у Корнилия, понятия не имел, он не знал нужды, которые я присутствовал, потому он молился, скорее всего, о себе, о себе, мы молимся вот о нуждах, мы же механически молимся, мы Бога хотим нуждой разбудить, вместо того, что Бог хочет разбудить нас для восполнения этой нужды, понимаете разницу? потом Петр молился о себе, о своей готовности быть употребленным Богом, и он не подразумевал, что когда он молился, Бог показал ему, Бог стал его готовить, короче, снаряжать для восполнения нужды этого Корнилия, потому второе, нет, я возвращаюсь, держась с главы, держась с главы, держась с главы, на личном уровне, держась с главы, отсюда все начинается, мы часто хотим коллективно что-то делать, мы хотим людей, понимаете, это мирская методика, мы хотим коллективно людей к чему-то обязать, но это не так, настоящий рост, настоящее развитие в послушании своему призванию, у каждого есть свое призвание, вы в это верите, Господь дает каждого к чему-то призывает, я сейчас это покажу, и человек должен не приступать к своих полномочиям, не заниматься чужим делом, не лезть не в свое дело вообще, человек ответит за свое, Богом веренное ему дело, каждый за себя дасочет Богу, потому от Господа дается призвание каждому человеку, призвание это призыв, Бог призывает человека к чему-то, зовет к чему-то, определенному, конкретному, и потому призвание и дары всегда стоят в одной связке, призвание и дары не приложены, они не отменяются, они стоят в одной связке, и потому призвание можно выполнить только благодаря дарам, и дары даются только для того, чтобы выполнить призвание, многие люди не верят, и вообще Ярос нас по-другому учили, что о дарах надо ревновать, то есть ты не знаешь, какой дар тебе даст Бог, то, что я сегодня вижу в Писании, я вижу по-другому, я вижу, что Бог, Христос пленил плен и дал дары людям, и в Библии много раз употребляется это выражение, что Он иному дает, иному дал, Господь, там, каждый из нас имеет благодать по мере дара Христова, я сейчас покажу вам, много текстов Писания, что дары даны людям, они просто не активизированы, они не востребованы, потому что человек не знает свое призвание, и человек не держится главы, потому он не знает конкретно, как ему употреблять то, что дал ему Бог, оно в нем не активизировано. Второе, мы сказали, при действии в свою меру каждого члена, вот здесь должно быть действие, многие бездействуют, потому Бог им не содействует, бездействие, лень, страх, не поймут, что еще может быть, бездействуют люди, есть побуждение от Бога что-то сделать, но это жертва. Люди бездействуют. А там написано, что ты растешь при действии. Когда я действую в соответствии с волей Божьей, не просто действую за толпу, не просто весь коллектив делает, ну и я должен делать. При действии в свою меру каждого члена Бог начинает Бог начинает тебе содействовать, как апостол Павел сказал, содействовавший Петру в апостольстве у евреев, содействовал мне у язычников. Еще один интересный текст, и мы попытаемся его немножко собрать, потому что время наше быстро бежит. 12 глава послания к римлянам. Здесь написано так, как в одном теле у нас, речь идет в нашем теле, много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь, то есть, когда нас расчленить, один для другого члены, какое наше отношение один к другому? Как членам одного тела. Порознь, друг для друга, мы члены. И, как по данной нам благодати, имеем различные дарования. Мы уже их имеем, они различные. И каждому это дано. Потому что лучший плод и польза, которую можно принести или принести, это выполнить то, что Господом дано для восполнения какой-то конкретной нужды. Я когда-то лет 10-12 назад посещал здесь служение, приезжал Рейнхард Бонке в Сакраменто, в Тринити Лайф Центр. И я лично слышал, как он это сказал. Он сказал, когда говорит Бог, побуждал меня к служению на Африканском континенте, духом производил во мне, давал мне это от духа. Я противился. Самый большой аргумент немец, это же менталитет, белый человек. Как я смогу? То есть преград всегда полно. и говорит, и однажды в молитве Господь мне сказал, а ты не думай, что ты мой первый выбор. Ты уже третий. Я звал двух других к этому служению, но они отказались. То есть есть люди, которые отказываются, есть люди, которые не покоряются. Потому я говорил, Авраам повиновался призванию идти в чужую страну. Вопреки всей логике, устроенности жизни, корням отцовским, родительским. Встань и иди в страну, которую ты не знаешь. Я поведу тебя. Многие бездействуют, потому не растут. Имею дерзновение сказать, в судный день вот эта истина, которую я сейчас говорю, обличит и осудит. Там уже не обличает. Сейчас Бог может обличать. Там уже осудит многих людей. Многие люди будут на основании этого слова осуждены. Как сказал Христос, я никого не сужу, я пришел спасать людей. Но слово мое, оно будет судить людей в последний день. Сейчас Бог не говорит это слово, чтобы судить. Сейчас Дух Святой написано обличит мир о грехе и о правде и о суде. Но придет время, Бог будет говорить по-другому. Итак, люди бездействуют, потому не растут. При действии в свою меру каждого члена человек получает приращение к телу и вдруг он обнаруживает совершенно незнакомое ему раньше переживание. Он обнаруживает себя частью. Он получил приращение, он прирос. Знаете, как кожу, пересадку кожи делают с другого человека или с другого места тела берут кожу и насадка делается. Может прирасти, а может не прирасти. У многих из нас чувство неудовлетворенности, неустроенности, негодования, потому чтобы оправдать свое бездействие, надо раскритиковать чьи-то действия, тогда легче самому. Но настоящая причина неудовлетворенности это то, что мы не получили приращение к телу, а приращение к телу церкви, которая есть, которая жива, которая функционирует, которая приносит плод, которая держится главы, приращение это результат действия в свою меру каждого члена. При действии в свою меру каждого члена он получает приращение для созидания самого себя в любви. Может это такая глубокая как бы философия, но если ближе к делу, вот сидит человек передо мной в офисе, я совершенно его не знаю, совершенно не знаю его ситуации. Вот помню последний раз так ярко это произошло, где это было, где-то сейчас скажу, в Москве. В Москве пришла молодая девушка в перерыве между служениями, все, она корреспондент была, газеты. Она пришла взять интервью и она просто расспрашивала меня, задавала вопросы, ушло время, отведенное для интервью. и вдруг она сказала, у нас есть несколько минут, можете ли вы за меня помолиться, у меня есть личная нужда. И вы знаете, я вам скажу, когда она стала рассказывать эту нужду, что ее оставил парень, казалось бы, ну, какое-то, ну, такое житейское, но я видел, какой это сильный удар произвело по ней. По-разному люди эту ситуацию переживают, но в ее случае это был очень сильный удар по ней. И вы знаете, мы даже не способны видеть этого меры удара, меры боли, у нас нет этой способности этого барометра оценивать боль человеческой, у нас его нет. Она дается Богом свыше. Это какое-то духовное, я не знаю, как это объяснить. Это как об Иисусе Христе написано, что он посмотрел на них, Иисус, на людей, и увидел то, что другие не видели. Было же много духовных наставников, лидеров, а вот он увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря, изнурены и рассеяны. Вот Иисус это увидел. И он жалился над ними. Эта любовь, она способна показывать то, что другие люди не видят. Почему? Потому что служитель открывает сердце для чьей-то боли и для чьей-то нужды. И в этом случае с этой молодой девушкой произошло то, что я, ну я вам скажу, просто Духом Святым далось мне в тот момент пророчество самое настоящее. И я пророчествовал ей, и я видел, как за 5-7 минут у нее выросли крылья. Это не эмоциональный эффект, поверьте мне. Я уже 22 или 24 года за кафедрой. Я знаю, когда есть момент эмоциональный, когда есть момент исключительно духовный. Это был момент работы Святого Духа над ее душой. И проблема, которую я не знал, и она даже, наверное, не предполагала, что она решится. И так быстро, и в то утро, и так неожиданно. Так вот, что интересно, здесь, что я начал читать в послании к римлянам, в 12 главе, здесь написано, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй, по мере веры, имеешь ли служение, обратите внимание на слово имеешь, это дается, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, пребывай в учительстве, не занимайся другим, не делай другого, имеешь ли это, данные тебе Богом, пребывай в этом, слово пребывай очень важно, мне нет времени сейчас это объяснять, но самое важное, имеешь ли, с этого стоит все начинать, начинать исследование самого себя, имеешь ли, это как бы такое, ну, трудно точно сказать, имею я или не имею, а если я конкретизирую этот вопрос, я спрошу вас просто, вот, кто из вас сейчас имеет 20-долларовую купюру, ну, конечно, сразу человек скажет, сейчас посмотрю, то есть, вопрос ясен, он предполагает ясный ответ, посмотрел, у меня нету, другой сказал, у меня есть, то есть, я верю, что если в мире физическом есть такая ясность, определяющая наши ответы в цифрах, в словах, в ответах, это точно так же, еще более конкретно это присутствует в мире духовном, есть от Бога знание, что человек имеет от Духа Святого дары, служения, учительские, пророческие, быть начальником, то есть, руководить каким-то проектом, оно ему дано от Бога, и он должен в этом пребывать. В другом месте написано, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, наставление, откровение, это разные, во-первых, понятия, и у каждого что-то есть, и дальше Павел пишет, все сие добудет к назиданию, назидание это питание моего духовного человека, все, что есть от Бога, оно питает, и благодаря тому, что я питаюсь через тебя, оно не твое, оно Божье в тебе, и оно у тебя есть, на этот момент от Бога, я питаюсь, моя нужда восполняется, нужда моя восполняется, там написано увещеватель ли, увещевай, вот как можно увещевать, это способность Духа, это Духом дается, сказать можно, не проблема, вообще не проблема, я сейчас читал где-то недавно биографию этого Иоанна Златоуста, в третьем веке он жил, нет, в четвертом уже, Иоанн Златоуст, был человек, который так проповеди говорил, что народ дал ему такую кличку золотые уста, и что интересно, перед тем, как он свои уста отверз и начал говорить Слово Божие, он дал обет два года молчать, в то время это было распространено у католиков, и он понимал, что в многословии не миновать греха, прежде чем открыть уста, он их закрыл на два года и соблюл этот обет, два года не произнес ни одного слова, жил в келье и понимал ответственность слов, которые он говорит, и когда уже открыл уста свои, то открыл их для слова Божьего и стал Иоанном Златоустом, так он и вошел в историю. Друзья мои, я заканчиваю. Все, что мне хотелось сказать, это то, что Господь дает нам ответы на нужды, употребляя к этому других людей, братьев и сестер, которые рядом с нами живут. И я думаю, это самый ценный ответ от Господа. И люди, которые с нуждами, два слова к вам скажу. Мы часто хотим избежать самого процесса духовной работы, который Господь хочет совершить в нашей жизни. Богу ценны мы, а потом уже наши, и наши ситуации, и наша нужда. Мы ценны для Него. Потому поменять ситуацию не сложно, а поменять человека когда Нейман, я об этом говорил в Киеве, когда Нейман ехал в другую страну, тем более, что Сирия имела конфликты с Израилем, это взяло ему очень много усилий добиться разрешения пересечь государственную границу и приехать к Елисею, пророку Божьему. Он болел, он был прокаженным, он поклонялся другим богам. Ему нужен был результат. Как обычный, воспитанный, цивилизованный, здравомыслящий человек, он взял просто дары отблагодарить, если это произойдет, отблагодарить человека Божьего. Он выстроил у себя свою структуру, как это будет происходить. Он сказал своим слугам об этом. я думал, что он выйдет, призовет имя Бога, положит руки на меня, помолится, призовет Господа и исцелит меня. И человек выстроил в себе представление, как все должно происходить, ему нужен был результат, и он готов был оплатить это все. Он приложил огромные усилия, и Бог это видел. Бог видел его боль, Бог видел его рассуждение, Бог видел его усердие, сколько он приложил сил. Все это Бог взвешивает, есть определенные весы, и только Бог один это все определяет. Но когда он подъехал к дому, где жил Елисей, то Бог суверенный так распорядился, что Елисей даже не вышел, а послал слугу своего. Потому что Бог был заинтересован поменять вообще этого человека, что в итоге и произошло. Вышел слуга. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там у вас? Да вот мы приехали, это же делегации, его же сопровождали воины, прислуга, он же вез там определенное богатство, это был чужеземец, это был на конце концов сирийский представитель, военный представитель, это все серьезно было. Сейчас узнаю. Пошел Геезий. Выходит. Ну, короче, он сказал, что это, ну, это, там вот, если туда поедете, вот в ту сторону, там у нас это, Иордан, и вот вам надо семь раз это, ну, искупаться в этой реке, и вы выздоровеете. Ну, все. Естественно, ребят, мы вообще по адресу приехали, это что? Что это все значит? Естественно, человека заклинило в то время, как он обладал колоссальным сокровищем, он обладал словом от Бога. У него в руках было решение его проблемы. Бог дал слово. И это слово было у него в руках. Слово, могущее полностью все поменять в его жизни. Оно было у него. Но не из-за того, что человек в своих стереотипах выстроил свое представление, как будет действовать Бог, и как поведет себя этот человек Божий, ему не давало это силы исполнить слово, сказанное Господом. Уже слуги стали его упрашивать, и я понимаю, что это процесс, и этот гнев в нем весь, и все это, что он делал, он и так уже смирился, он уже так унизился, как только можно. И потому он, Бог это видит, преодолевает пред Господом, смиряется пред Господом до последнего. Потому что Бог замыслил изменить его сердце. Потому что Богу ценно не только его тело, но душа прежде всего. и он берет это слово, слово, и он понимает, что его надо почтить, что в этом слове ответ для него. И когда он возвращается на Иордан, он раздевается, он идет в эту мутную реку, которую он только что хаял и говорил, наши реки, Дамаски, лучше. И он опускается вот в воду, и не просто один раз, он окунается раз за разом. Я вижу, как этот процесс, духовный процесс в его душе, когда он со слезами, внутренней болью и смирением перед Богом, да будет мне по слову Твоему, он опускается под эту воду все семь раз. То есть смиряется, как мы выражаемся, ниже плинтуса перед Богом. И Господь все это видит, и судит, и воздает. Потому я верю, что вот так происходит этот процесс, и когда он поднимается исцеленным, он берет земли, которые могли вести два лошака, чтобы на этой земле Богу поклоняться. При этом всем, при этом всем, я заканчиваю, при этом всем, при таком великом Божьем человеке написано, Христос сказал, что во дни Елисея ни один прокаженный в Израиле не исцелился, кроме Ниемана прокаженного. Человек жил по соседству, была масса нужды, люди болели, умирали от проказы. Ни один из верующего Божьего народа не воспользовался этим величайшим даром, который имел народ, кроме сирийца язычника. Интересны эти механизмы. Интересен Господь. И хочется Его понимать. И хочется Ему угождать. Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я хочу, чтобы вы знали, что за 23 последних года служения мы собрали большой видеоархив, проповеди, передач, форумов, материала, который может способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы желаете быть в курсе наших новостей или участвовать в нашем служении своими дарами, если вы редактор или дизайнер, или вы желаете стать партнером нашего служения, напишите нам об этом по адресу, который сейчас видите на экране. Наша цель остается неизменной – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.